Здравствуйте! Эфир телеканала РЖД ТВ продолжает программа «Магистраль». Быстрая реакция. Машинист и его помощник предотвратили железнодорожную катастрофу. Еще немного и могли погибнуть люди. Со мной на связи сейчас будут герои этой истории. Машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо «Белогорск» за Байкальской дирекцией тяги Александр Афанасюк и помощник машиниста Тимофей Быковцев. Итак, сначала мы поговорим с Александром. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как это было, как произошло? Я вот сейчас подвелась, что вы практически катастрофу железнодорожную смогли предотвратить. Что случилось? Получается, как, можно сказать, обычная работа. Следовали по основному маршруту своему, Белогорск-Магагащи. Следовали с нечетным поездом. На прямом участке пути, при приближении четного поезда, обнаружили, увидели выброс щебня из-под вагона, ориентировочно в середине состава. Сначала мы увидели пыль, а при приближении увидели выброс щебня. Незамедлительно сообщили машинесту учетного поезда, что у него выброс щебня происходит из-под вагона, что, скорее всего, сход. И сказали останавливаться. Сами, проследуя этот поезд, с особой деятельностью смотрели, чтобы был габарит, чтобы больше, как говорится, последствий не случилось. Сообщили дежурной по станции, поездному диспетчеру, что у четного поезда произошел сход колесной пары. Там уже поездной диспетчер начал руководить движением. Мы проследовали состав, габарит имелся, и продолжили дальнейшее следование по указанному маршруту, по дальнейшему своему маршруту, по станции Магагащи. А вот если бы вы не увидели, не дай бог, чем это грозило? Что могло бы произойти? Слава богу, не произошло, но могло бы. Если бы не увидели, мы проехали, был габарит, а могло быть, возможно, не был бы габарит. И вот там, получается, 20 вагонов от того вагона, где был сход, могло быть с нарушением габарита. И там была железнодорожная станция впереди. Он не дотянул до нее чуть-чуть. Сзади нас еще хуже следовал пассажирский поезд 325-й. Ну, выводы можно так делать, что могло бы просто как размышлять. Дай бог, что такого не случилось, что мы обнаружили это вовремя и приняли меры к остановке данного поля зачетного. Александр, а вы давно на железной дороге? В декабре 20 лет будет. Ох, юбилейный год у вас получается. Да. За эти 20 лет были еще вот такие внештатные ситуации? Ну, один раз у меня было где-то в начале 2000-х годов. На разоборудованном переезде автомобиль УАЗик застрял. И также вовремя увидел, сообщил дежурное по станции. И буквально несколько минут и пассажирский поезд, второй номер, остановился вовремя. Остановил его. Тоже могли бы последствия быть. Ничего себе. То есть вы дважды герой? Можно так сказать. Когда вам вручали награду, сильно волновались? Да. Не каждый раз такое происходит. Александр, я знаю, что с вами был помощник ваш, да, Тимофей. И насколько я понимаю, что это он первый заметил. Ну, получается, заметили мы вдвоем. Там прямой участок. Ехали, смотря вперед. И вот увидели вдвоем. Там было трудно не заметить. Там вот как... Ну, в принципе, там поезд такой еще был, что по условиям была пыль из угля. Угольный поезд. Ну, и вот когда уже ближе увидели, там было ясно, что не угольная пыль, а конкретно была из-под лагода. Пыль другого характера. Профессия машиниста, она, конечно, опасная. И вот насколько я понимаю, нужно всегда находиться в такой концентрации. Это внимание только на дорогу. Как вот... Это же тяжело. Как вот эту концентрацию сохранить? Какие-то профессиональные такие секреты, навыки, опыт? Что здесь помогает? Скорее всего, что это опыт. Да, уже с годами уже втягиваешься в эту профессию. И все время, да, едешь в напряжении. Мало ли что может случиться. Давайте мы теперь пригласим вашего помощника, Тимофея Быковцева. Поговорим с ним. Тимофей, здравствуйте. Тимофей, ну что, вы еще один герой этой истории. Как... Первая реакция была, что просто сильная пыль шла из-под поезда. Ну как бы сразу же задумались о том, что какая-то неисправность либо в вагоне, либо в колесах, либо еще что-то произошло. Когда уже подъехали ближе, обнаружили, что сильный выброс щебня идет из-под вагона. И тогда уже поняли, что характер совсем печальный. Ну и нужно останавливать просто поезд. И как бы доложить машинисту, чтобы не произошло катастрофы. Передали по радиосвязи машинисту встречного поезда, который мимо нас проезжал. А вы вот в тот момент, или может быть сразу после понимали, что вообще на самом деле мы вот сейчас катастрофу предотвратили, вот если бы не мы, или нет? Или это такая работа штатная, вот если что-то происходит, надо просто быстро реагировать. Не до каких-то там героических мыслей. Если что-то происходит, надо быстро, конечно, реагировать, дабы не было никакой катастрофы. Тут как бы безопасность и своя, и своих коллег безопасность. Надо как бы об этом думать постоянно. Мы об этом думаем. Тимофей, вы давно на железной дороге? Девять лет. О, уже девять лет. Ну, практически половина срока, вот сколько Александр работает. Что от помощника-машиниста зависит? Ведь несмотря на то, что есть приставка помощник, но это прям вот такой человек, без которого все равно бригада не может существовать. Да, та же безопасность движения поездов зависит. Мы как бы с бригадой работаем, и о безопасности движения поездов своего, также встречных поездов. Надо об этом беспокоиться постоянно. А как вы оказались на железной дороге? Почему железная дорога? Почему машинец? Он как-то с детства еще мечтал стать железнодорожником, и в поездах как-то тянуло постоянно. Ну, вот так вот и получилось, что стал железнодорожником, работая на поездах. А в семье были железнодорожники, или вы первый? У меня бабушка в железнодорожниках. Можно сказать, что по ее стопам пошел. Можно сказать, что потомственные, да. Как родные отреагировали вообще? Вот ваши родные? Ну, родные, конечно, были очень рады. Я сам как бы был в шоке, что вот такое вот событие получилось. И как бы, ну, хорошо, что все хорошо кончается. Вот родные были, конечно, очень рады. Ну, и мы вместе с машинистом также были рады, что как бы все благополучно закончилось. Награждали-то вас как? Машиниста наградили знаком почетного железнодорожника, меня наградили знаком отличного железнодорожника. Ну, конечно, было очень волнительно. Не думали, что вообще такие награды можем получить. Ну, как бы все вот так вот обернулось. Тимофей, скажите, пожалуйста, вот для, может быть, начинающих, тех, кто придет на железную дорогу, у тех, у кого еще нет стажа такого, что самое главное, от чего зависит работа машиниста, помощника машиниста, вот что нужно, какими, может быть, качествами обладать, или чему нужно в первую очередь научиться? Самая главная ответственность, я так думаю. Главное быть ответственным и заботиться о безопасности движения поездов, о своей безопасности, о безопасности окружающих. Быть ответственным. Это самое главное, да. Ну что, Тимофей, я вас поздравляю, Александр еще, может быть, его... Да, давайте мы его тоже позовем сейчас. Ну что, я еще раз вас поздравляю, и что действительно правильно Тимофей сказал, самое главное, что все хорошо закончилось. Это вот самое главное, наверное, здесь. Ну, а что хорошо закончилось, это благодаря вам, конечно. Поэтому спасибо вам. Да, спасибо вам большое. Поэтому хорошей вам дороги дальше, хорошей вам работы без происшествий, самое главное. Будем надеяться. Всего доброго. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. И на этом все. Оставайтесь на РЖД ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова